Музыка Цель устойчивого развития, созданная для граждан, и воплощаться в жизни будут совместно с гражданами. Достаточно вспомнить параграф в повестке дня на 2030 год, основополагающем тексте «Цель устойчивого развития от имени людей, на службе которых мы находимся». Мы приняли историческое соглашение о всеобъемлющем наборе целей и задач, универсальных, амбициозных, ориентированных на человека и влекущих за собой изменения. Эти две последние темы, ориентированные на человека и влекущие за собой изменения, очень важны и даже, безусловно, необходимы. Мы не достигнем целей устойчивого развития, если не будем помнить, что существуют они для достижения благополучия для всех людей, всех народов планеты. Говоря это, мы понимаем, насколько все сложно. Мы видели это раньше, множество целей, множество задач, как сделать эту повестку дня, в целом, достаточно сложную, доступной для всех. Давайте приведем небольшой пример. Наверное, самое лучшее – взять пример из повседневной жизни, из моей жизни, которую я лучше всего знаю. Я привожу такие примеры иногда, когда преподаю студентам, а также на практикумах с гражданами. Я живу недалеко от Парижа, в близком пригороде. Каждое утро я еду на метро до ближайшей станции, не идти меньше 10 минут. Я знаю, что если осуществится проект «Большой Париж», передвигаться в городе мне будет возможно еще проще, особенно из одного пригорода в другой. По утрам я пересекаю пешком небольшой лесок, сюда мне небольшое ощущение свежести, особенно приятное в жаркие дни. Когда я выхожу из метро, на восточном вокзале, все совсем иначе. Вокруг нестерпимая жара. И, как многие люди, в метро я вижу все больше социально отчужденных, живущих в крайней бедности людей. Напомню то, что написано в преамбуле повестки дня на 2030 год. Мы стремимся к миру, свободному от бездности, голода, болезней и нужды, где каждый может найти себя, самовыразиться, к миру, в котором каждый человек имеет равный доступ к качественному образованию на всех уровнях, здравоохранению и социальной защите, где гарантируется физическое и душевное здоровье и социальное благополучие. Я в этом не вижу ничего абстрактного или уоновского. Я вижу свою повседневную жизнь, то, что видно в метро каждый день. Таким образом, мы видим, что цели устойчивого развития могут быть переведены на повседневный язык обычных людей. Это первый шаг к тому, чтобы объяснить гражданам, почему сейчас мы нуждаемся в этой повестке дня и для кого эта повестка дня разработана для них и для того, чтобы реализовывать ее вместе с ними. Просто рассказав утренний эпизод из моей жизни, я затронула проблему артифициализации почвы, цель 15, транспорта, цель 11, бедности и неравенства, цель 1 и 10, глобального потепления, цель 13. Это просто иной взгляд на вещи. Это способ обратиться к мужчинам и женщинам, которые не обязательно знакомы с нашей программой, но кто может внести свой вклад в ее реализацию. Мы нуждаемся в них. Многие ассоциации и многие акторы на данный момент осознают, что нам нужны граждане. Но говоря об этом, мы осознаем сложность привлечения всех. Об устойчивом развитии мы уже говорим в течение последних 30 лет, если вспомнить отчет Брунтланд и прочее. Но до 30-го года у нас осталось всего 4 тысячи дней. Наша цель заключается в том, чтобы ускорить работу всех акторов. Почему сегодня мы не можем больше продолжать жить, как прежде? Мы уже превысили слишком много порогов. 5 мая этого года был день глобального превышения. Если бы все жили как французы, нам понадобилось бы 2 планеты, таких как наша, чтобы нам хватило ресурсов для обеспечения нашего образа жизни. Речь идет об образе жизни. Свыше 40% нашего экологического следа приходится только на нашу пищу и жилье. Существуют альтернативные решения в области производства мяса и овощей. Мы умеем обеспечивать жилье теплоизоляцией. Конечно, это только начало, но мы можем продвинуться и дальше в этой сфере. У нас есть средства, чтобы действовать. И если мы говорим сегодня о целях устойчивого развития в повседневной жизни людей, ясно, что нам нужно выйти за рамки эко-жестов и говорить уже об образе жизни, как это делается, например, в социальных центрах. Для того, чтобы граждане участвовали в достижении цели устойчивого развития, существует также иная преграда, которую необходимо продавить. Окружающая среда, социальная среда – это не их забота. Но это не совсем так. Вот проекты появляются, к примеру, в социальном центре Танжера. Они появляются самостоятельно, без дистанционного контроля. Это проекты, которые будут способствовать социальным связям, более экологичным условиям жизни, ближе к природе. Если взять большую часть предложений от граждан, и когда хочется действовать на своем местном уровне, возникают именно эти темы. Какие? Безопасность, цифровой город, включенный город, чистота, которые далеко не являются приоритетами. С другой стороны, известно, что если вы спросите граждан, как они видят эволюцию цели устойчивого развития, и особенно, как они бы хотели оценить действия государства или предприятий, то мы увидим, что ценятся более традиционные цели – занятость, образование, здравоохранение. Но не стоит разделять эти цели, брать их вне зависимости от других. Если учитывать все их вместе, в своей совокупности, тогда мы увидим всю архитектуру устойчивого развития, стоящую за этой экономикой, за каждую отрасль, за ее здоровьем, за образованием. Мы стремимся к миру, в котором уважаются права человека и человеческое достоинство, верховенство закона, справедливость, равенство и недискриминация. Мир, в котором уважаются люди всех рас и этносов, и уважается культурное разнообразие. Мир равных возможностей для реализации полного человеческого потенциала и совместного процветания в мир, который инвестирует в своих детей, и где все они растут в безопасности от насилия и эксплуатации. В этой фразе и в спонтанных откликах граждан мы видим стремление к лучшему миру, миру благополучия для всех. Цели устойчивого развития обещают лучшее будущее, и в их воплощениях могут участвовать разные акторы, государства, предприятия, местные власти и граждане. И мы сможем рассказать им о перспективах, и нам будет легче привлечь их. Это сильно отличается от того, что мы слышим сегодня в СМИ катастрофы, тревожные факты и очень мало решений, позволяющих нам изменить этот мир. Благодаря целям устойчивого развития мы получим силу, динамику и, возможно, хороший инструмент для того, чтобы побеждать в битве новых идей, которые отличаются от тех идей, что пророчат кризисы и крах. Возможно, ряд потрясений действительно произойдет. В то время цели устойчивого развития могут быть в худшем случае политикой устойчивости. Своего рода подушкой безопасности для граждан. В лучшем случае, возможно, секретом лучшего будущего. Для привлечения граждан к достижению цели устойчивого развития организации некоторые применяют все более творческий подход. И для этого пытаются создать захватывающую динамику. В марте прошлого года я была в Бонне на фестивале действий Организации бедных наций по устойчивому развитию. И огромное число инициатив со всех уголков планеты показали, почему мы должны были изменить свои подходы, а также почему необходимо участие всех в достижении цели устойчивого развития. Я бы хотела упомянуть несколько инициатив, но есть много и других, которые просто-напросто показывают, в какой степени мы нуждаемся в преодолении стереотипов. Если мы хотим создать новый мир, если мы хотим, чтобы будущее было лучше прошлого, существует целый ряд треград, которые необходимо преодолеть, в особенности по вопросу пола. Многие женщины на этой планете не равны в правах с мужчинами, их права нарушаются, а порой они полностью решены. В Бонне было очень много женщин с камерами и фотографиями, показывающими, как с помощью изображений они могли бы рассказать о целях устойчивого развития будущем для их детей и этом новом образе жизни, к которому они стремятся. Есть еще другая инициатива, которую я хотела представить. Это норвежская инициатива. Речь идет о восхождении людях, идущих в поход для покорения горной вершины, в трудном деле, который называется народный саммит. Люди показывают, какие усилия необходимо приложить. Это сплошная символика, но это очень важно. Цель устойчивого развития, как я сказала раньше, необходимо будет выполнить через 4 тысячи дней. Неблизкий путь. Это совместное коллективное движение вперед, по которому нужно пройти удовольствие от движения вперед. Во время этого восхождения, которое начинается днем, было 17 этапов, соответствующие имясти цели устойчивого развития. И им удалось привлечь представителей ряд средств в СМИ. В восхождении участвовало 20 тысяч человек, и на уровне целой страны цели устойчивого развития стали важной темой. Мне бы хотелось, очень хотелось, чтобы такое стало возможно во Франции. Еще один момент, который мне представляется очень важным во многих странах. В некоторых странах, где актуальна тема беременности девочек и подростков, коррупция, люди смогли опереться на цели устойчивого развития, и это позволило им создать группы, уравновешивающие существующую власть. В Нигере такой темой является честность, коррупция. В этой связи цели устойчивого развития были взяты на вооружение целым рядом организаций. Это замечательная возможность, и короткометражный фильм, который мы вам покажем, поможет понять, почему мы должны мобилизоваться вокруг цели устойчивого развития, и почему мы не достигнем их, если не будут учтены мнения всех сторон. Мы не помажем, на все, не только каждый. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...